Иерусалимский район Пизгадзе Он отделен забором от территории палестинской автономии Всем, кто здесь бывал, известен контрольно-пропускной пункт Хизма Казалось бы, что может быть здесь интересного? Сразу за КПП находится арабская деревня Хизма Мало кто сегодня знает, что само название деревни сохранило, правда, в искаженном и трудноузнаваемом виде, имя еврейского героя Одного из верных воинов-смельчаков царя Давида, Азмавета Само имя Азмавет можно дословно перевести как вызов смерти Совершенно очевидно, что имя говорит само о себе Жил герой Азмавет в деревне под названием Бахурим, лежащей на пересечении главных дорог Деревня имела и другое название – Альмон Бахурим, Альмон – эти названия происходят от выражения «молодой человек» Библейский Азмавет неоднократно упоминается в книгах Танаха Азмавет из Бахурим назван как один из 37 храбрецов Давида В перечне храбрецов Давида значится Азмавет Бахарумиянин Над царскими сокровищами поставлен был Азмавет, сын Азиэйла Из книги хроник мы видим, что верность царю Давиду сохраняют и дети Азмавета К Давиду в циклак приходят верные ему люди Представители разных колен От колена Беньямина, Езиэль и Пелет – сыновья Азмавета Что еще мы знаем про деревню Бахурим? Бахурим известно как место, где останавливался царь Давид По дороге из Иерусалима в сторону Иордана Царь Давид после Масличной горы пришел в Бахурим Навстречу ему идет Шиме Бенгера и бросает в него камни Называет убийцей и мерзавцем Давид не разрешает своим людям наказать Шиме Он видит в этих оскорблениях Божий умысел А что было в дальнейшем с этим самым Шиме? Поспешил Шиме, сын Гере, беньяминянин из Бахурим И пошел с иудеями навстречу царю Давиду И с ним тысячи человек беньяминян Шиме вымаливает прощение Вот еще одна история, связанная с центральным положением Бахурим После смерти царя Шауля, Авнер, главнокомандующий царской армии, приходит к Давиду в Хеврон, чтобы заключить с ним мир Давид ставит условия Он требует, чтобы ему вернули жену, Михаль, дочь Шауля Михаль, уже выданная к тому времени замуж за другого мужчину, идет к Давиду в Хеврон Муж идет следом за ней и плачет Но Авнер из Бахурим отправляет несчастного мужа домой Продолжать движение на юг нельзя Ручей Прат и Бахурим – это граница на дело Яуды И еще одна история, описанная в книге Шмуэль 2 Ахиаматс, сын Цадока, и Йонатан, сын Авьятара Скрываются от сторонников Авшалома в Бахурим, в колодце Женщина расстелила над входом в колодец, покрывала И насыпала на него крупун, воинам Авшалома, которые искали юношей Она сказала, что те перешли через ручей Это один из истоков реки Прат Наступило время возвращения из Вавилонского плена И были перечислены жители страны, потомки тех, кто вернулся из плена Из дома Азмавета вернулось 42 человека Об этом свидетельствует книга Нехэми Возможно, вновь отстроенную деревню они стали называть именем своего знаменитого предка А может быть, еще при жизни Азмавета деревню уже называли его именем Если он дожил до тех дней Думается, приведенных фактов и цитат достаточно, чтобы понять Контрольно-пропускному пункту Хизма необходимо вернуть еврейское, правильное название Он должен именоваться Маавар-Бахурим Кстати, начало уже положено На картах, изданных в местном совете Бениамин Именно так и написано А что сегодня? В 1982 году рядом с развалинами древнего Бахурим был построен еврейский поселок Анатот, он же Альмон Причем жители поселка упорно называют свой поселок Анатот, а на дорожных указателях дописано Альмон Благодаря пророку Ермиягу, жившему недалеко отсюда, в поселении Анатот, в наделе Бениамина Название Анатот известно многим В отличие от названия Альмон, Бахурим Так у нового поселения появилось сразу два имени Альмон Анатот, он же Бахурим, он же Азмавет Раскопки на холме не проводились Однако прекрасно видно, что холм был заселен в древности Прямо с шоссе видны остатки широкой дороги, выложенной дорожными камнями Жилые пещеры, винодельни, ямы для сбора дождевой воды Каменные ступени Жители Бахурим знали, куда ведут эти ступени Возможно, когда-нибудь об этом узнаем и мы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова